МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Программа «Влияние». Я ее ведущий. Я рад предоставить Александра Шевченко. Александр, приветствую вас. Приветствую, Юрий. Старший пастырь церкви Дом Хлеба. А также Уда Соколовский. Уда, приветствую вас также. Доброе утро. Режиссер фильма, о котором мы будем сегодня говорить. То есть было на протяжении последних несколько лет, Александр, ты был главным продюсером серии, целого сериала под названием «Богоискание славянских народов». И вы разделили на несколько частей. Это целый сериал, было выпущено несколько фильмов. И, в частности, третий фильм, нашумевший, широко освещаемый в органах массовой информации о том, что же все-таки произошло, чем было вызвано, о чем интерес лично вас, Александр, что пришло время, дабы осветить те вопросы, которые имели место, ну, в той стране и в той среде, в том обществе, частью которого мы являемся по сегодняшний момент. И поэтому этим было и вызвано наш интерес для того, чтобы вас пригласить. И прежде чем мы приступим прямо к делу, к слову, я был удивлен, просмотрев ваш фильм, интересный фильм, был впечатлен, он серьезно поставлен на хорошем, качественном, профессиональном, продюсерском уровне. Я был удивлен, общаясь с некоторыми, после просмотра этого фильма, наших соотечественников, даже из числа служителей, насколько мы плаваем в той истории, которая является частью того движения нашего, христианского движения. Я был удивлен, я просто был даже расстроен. Так же нельзя, так же нельзя, просто так нельзя. Мы должны, наше мировоззрение духовно, особенно касаемо служителя, оно должно быть более расширено, чем просто вот закиньте сеть по правую сторону. То есть мы должны более углубленно. Почему? Мы общаемся с разными людьми. И интерес людей, интерес людей, зачастую он и вызван тем, наши корни, кто мы такие, наша составляющая духовная, откуда мы вышли, куда мы идем, или мы не вышли. То есть и третий фильм под названием «Раскол. Трагедия века». Александр, вам слово. Да, несколько минут. Во-первых, большая благодарность, Юрий, вам, телеканалу «Импакт», без всяких формальностей. Просто благодарность за интерес, за небезразличие. Почему я за это благодарю? Сознательно благодарю. Потому что, к моему удивлению и большому разочарованию, масса видных имен, фамилий, которых можно сейчас перечислять один за другим, не проявили никакого интереса к этому проекту, к этой работе. И мне прямо в лицо говорили, мы тебя не понимаем, зачем тратите время, силы и деньги. Поэтому большое спасибо, что вы небезразличны, что вы за этим видите пользу. И, конечно же, даст Бог, мы больше разъясним, почему мы взялись за это, не потому что нам нечего делать. Если не секрет, бюджет фильма сколько составляет? Одна серия выходит на 100 и плюс тысяч долларов. Одна серия. И мы стараемся вкладываться приблизительно в 100 тысяч долларов, но оно так получается, потому что время берет около двух лет, полтора-два года сделать. Это первая большая благодарность, Юрий. Вторая большая благодарность Уда Яновичу Соколовскому. Я вообще с телевидением связан постольку, поскольку. Я не учился на это, я не умею это делать. И понимая, что Бог возложил такое бремя на мои плечи, это именно так, это было бремя. Мы переживали, мы молились, мы искали. Без людей, без команды, без компетентных людей, посвященных людей, видящих больше, чем просто хобби или интерес, здесь ничего не сделаешь. Здесь нужен божественный момент, здесь нужно божественное прикосновение. И Бог послал нам навстречу такого человека, Уда Яновича. Вот мы познакомились, мы недавно знакомы, несколько лет. И я верю, что это замечательная команда и наши технические возможности. Вам большое спасибо. И вообще, я опять же, возвращаясь к истории, понял, что в основном историю творили не соборы. Соборы, как правило, в кавычках творили что-то. В основном историю творили, как бы это ни было сказано громко, личности. Отдельные личности, которые видели что-то, ради чего-то готовы были жертвовать, вплоть до собственной жизни, всеми благами, интересами, репутацией, чем угодно. И вот на них и была та ось, на которой вращалась история. Потому хочется поблагодарить вас и всех неравнодушных людей, которые поверили, поняли что-то и стали рядом. Вот такое короткое степень. Все, что касаемо просвещения, относительно того, что происходило в истории христианства, оно мне интересно, очень интересно. Интересно это одно. Здесь как бы больше, чем интерес. Вот Удаянович, как вы думаете, вот чем ценна история? Вот допустим, ну, как понять человека, которому история неинтересна? И этот человек претендует быть там то ли политическим деятелем, то ли религиозным деятелем. А вот он совершенно не просто не знает, он не интересуется историей. Что можно сказать или подумать о таком человеке? Ну, есть такое философское выражение. Если мы не знаем нашего прошлого, то нам непонятно наше настоящее. Конечно, мы не знаем, что делать в будущем. Для того, чтобы ориентироваться в том, во что ты веришь. А мы выросли, как православные говорят, на канонической православной территории, потому что все эмигранты, приехавшие сюда, мы приехали сюда из бывшего Советского Союза, который когда-то был Российской империей, где православие было единственной разрешенной религией. Градоопределяющей. Второе, то, что человек, если он не знает своего прошлого, своих корней, им очень сложно говорить о том, кто он сейчас. То есть, как говорят здесь, идентификация. Кто я такой. И третье, как могло случиться, что такая крепкая, сильная церковь, правая церковь, считающая себя правой, вдруг на фоне этой церкви или на базе этой церкви начали появляться какие-то движения. Причем движения, которые возвращают нас к евангельскому началу. Вот для христианина, мне кажется, это необходимо знать. Когда-то Христос сказал своим ученикам, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. Интересно, что в то время других писаний, кроме Ветхого Завета, не было. А что Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе? Апостольская церковь организовала специальный институт научный, я говоря современным языком. Они освободили апостолов абсолютно от всего, только чтобы они исследовали Писание. Вот то, что Иисус Христос сказал. И, конечно, это включало историю. И если мы возвращаемся к Ветхой Заветной истории, то каждый отдельный стих, я не говорю глава, каждый отдельный стих Ветхого Завета, всего Танаха или Торы, говорит об Иисусе Христе. Я бы очень хотел, чтобы наши современные служители, наши верующие изучали это очень внимательно. Точно так же история наша современная. Если мы верим в Иисуса Христа, и мы представляем какое-то движение, евангельское, мы должны знать это корни. Вот то, что вы сказали, такое вот нежелание или непонимание этого, оно сужает наши взгляды, и, к сожалению, сужает наши возможности как миссионеров. Прежде мы конкретно углубимся, вот как мы говорим, в XVI век. Это конкретно раскол трагедии века, которая произошла на территории Российской империи, или Руси, Древней Руси, будет точно сказано. Ну, раскол вообще-то был в XVII веке. В XVII, да. Наверное, будет уместно, очень правильно сказать, о том, что расколов было несколько, и, как вы применили слово, движений. Движений также было несколько в истории христианства. Самым знаковым и самым известным, который на слуху во всем мире, это тот раскол, который произошел между православной и католической церковью. Это в X веке нашей эры. Это то, что мы знаем, и к стыду нашему, по наслышке только. За исключением тех из нас, которые все-таки знают историю, более глубоко изучали и интересовались. Поэтому раскол произошел в X веке. Скажем, днем этого раскола был 16 июля, если быть более точным, 1054 года. 1054 год, 16 июля, это считается официальным днем раскола на православную, ортодоксальную и католическую всемирную церковь. Это две ветви. Это время, когда представители Восточной Церкви прокляли представителей западной. В Софиевском соборе в Константинополе. И они не разошлись. Это скорее был политический, чем религиозный раскол. Это был завершающий раскол. К сожалению, таких расколов было достаточно много. Потому что они происходили, я бы сказал, последовательно. Начиная с III века и далее. Мы говорим о совершенно другом расколе. И вот мы переходим сейчас непосредственно. То, о чем вы, и мы будем говорить, и уже начали говорить. Это то, что касаемо нас, касаемо славян. Мы меньше будем трогать Константинопольский патриархат, Римскую империю. Мы коснемся Древнюю Русь. Вообще, здесь, мне думается, стоило сказать, а зачем нам поднимать те общеизвестные факты, цифры, даты, в который раз повторять их. Уже много написано учебников, сделано фильмов, и в частности православных церквей. Которых мы не читаем, к сожалению. Может быть, да. Кто-то читает, больше не читают. Мы исходили из других предпосылок. Мы исходили из того, чтобы выявить в истории те события, тех людей, те имена, которые, мы понимаем, были судьбоносными. Может быть, в силу господствующей православной религии им невыгодно упоминать об этих именах или в своем свете, в своем соусе подавать вот те все события. Вот основная наша ответственность, наша задача не переиначить историю. Мы же не идем против общеизвестных фактов, дат и событий. Но именно показать ее под углом, как мы ее видим и понимаем, опираясь не просто на наше самомнение или частный меркантильный интерес евангельских верующих, а опираясь, опять же, на факты, которые были сокрыты, которые утаивались сознательно. Мы же опираемся и на докторские диссертации, на очень видные имена, но мы просто их выявляем, мы их проявляем на поверхность. Слоган нашего фильма очень простой. Люди должны знать правду, а выводы они сделают сами. Мы даже никаких итогов не делаем. Наша ответственность выявить. И насколько можно достоверно это показать. Поэтому да, получается, что мы говорим о протесте или о протестантах, потому что была генеральная линия церкви всегда и остается сегодня. И когда появлялись там какие-то ростки инакомыслия, то, конечно же, они подавлялись. И, естественно, они это скрывали и скрывают до сих пор. Когда я в Нью-Йорке был и брал интервью Филарета, главы православной украинской церкви, мне пришлось три раза заходить на одну и ту же посадку. Зачем вы, православные, так поступили со стрегольниками? Зачем вы их топили? Ну зачем вы их убивали? Вы оправдываете? Три раза я заходил на посадку, и человек уходит от этого. Ну хотя бы сказал, да, мы были неправы. Ну да, перегусьярствую. Ну хоть что-то. Но об этом же умалчивается. Об этом же не говорится. А там были массовые уничтожения передовых людей. Ну вот у Даяны знает больше, он это изучал, да? То есть почему эти факты сокрыты? Потому что это стыдные факты в истории. Поэтому наша ответственность поднять эти факты. То есть и то протестантское движение, которое начало в странах Западной Европы, это Германия, это Швейцария. То есть если мы говорим о Мартине Лютере, Ульрих Цвингли и Жон Канви. Это будет чуть попозже. Вы же начали с периода царствования именно рецательно Иван Грозный. Иван Грозный. Раньше. Даже раньше. Да. Если Александр говорит о стрегольниках, стрегольники это были во времена деда Ивана Грозного, Ивана Третьего. Что интересно, что это время приблизительно, которое совпадает, даже еще немножко раньше, чем время гуситских восстаний в Богемии. Потому что первые такие протестантские движения как раз были там. Это были гуситы, это был Ян Гус, это был Веронид Чехии. Чехия, да. Чехия. Тогда Богемия называлась. Интересно, что вот эта связь между богемскими христианами и христианами Великого княжества Литовского, которая является сейчас или являлась частью бывшего Советского Союза. А перед этим Древней Руси. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Можно сказать правильно, Киевская Руси. Киевская Руси, да. Потому что земли Литвы современной, Украины. То вот эти связи мы прослеживаем в этом фильме. Началось это движение, видимо оно постоянно возникало. Просто такое большое массовое. Первое, это были Стрегольники в Великом Новгороде. Начиналось в Пскове, потом это было в Москве. Следующее через лет сто, наверное, такое большое, большое движение, которое, к сожалению, замалчивается. Это было движение так называемых новгородско-московских верующих, которых в 19 веке назвали жидовствующими. Об этом мы тоже говорим в предыдущей серии «Москва. Третий рим». А сейчас в этой серии мы уже говорим о том, что же произошло позже. Алексей Романович и Никон. Давайте перейдем более конкретно. Если мы говорим последовательно, это времена Ивана Грозного. Алексей Михайлович и Никон, это уже после смутного времени. Это уже середина, это начало 17 века. Что здесь тоже интересно отследить, это то, что нельзя отдать однозначное преимущество европейским протестантам или только православным вот этим инакомыслящим или старообрядцам. Нельзя сказать, что именно эти люди были средой, где развивалось теперешнее евангельское движение. То есть такое создается впечатление, наверное, это не впечатление, а факт, что просто пришло время, когда Дух Божий посетил Землю. И люди начали, не желая этого, протестовать. Протестанты, это слово протест. Они начали не соглашаться с официальной церковью на Западе, с католической, на территории Руси с официальной православной церковью. Не соглашаться. Они ни на что не претендовали, всего-навсего на право верить, так, как им это понималось, как им это было открыто. И они совершенно не пытались выйти из этой организации. Да. Наоборот, они хотели реформировать эту организацию изнутри, вернуться к первой сроке. Ни лютер этого не хотел, когда ты отслеживаешь начальные проповеди, он не хотел переворота. Конечно. Он хотел, просто взывал к церкви, к сознанию папы, что это никуда не годится. То же самое эти же жидовствующие или московские верующие, новгородские, да, они не хотели. Это были люди, часть церкви официальной. Просто они видели по Писанию, что нельзя продавать сан священнический за мзду, за деньги. Нельзя. Они просто протестовали этого. И получается, что не эти протестанты гнали официальную церковь, но официальная церковь должна признать и согласиться, что они подавляли эти все настроения. Это то, что я пытался сказать и Филарету, что, ну ведь не стрегольники же вас гнали, а вы же проявили такую агрессию, уничтожали, что и католическая церковь сделала на Западе. И почему это интересно для нас, потому что повторяется то же самое, что было во время Иисуса Христа. Иисус Христос возвращает людей к истокам взаимоотношений с Богом. И это происходит постоянно через века. И вот о чем мы говорим, то же самое. Люди, которые движимы Духом Святым, хотят вернуться вот к этим первоистокам. Взаимоотношения с Богом, Богоискание, они ищут. Но формализм настолько прочный официальной церкви, да? Как и фарисеев, как у Снедриона во время Иисуса Христа. Что это не просто столкновение с какими-то там свободолюбивыми, непонятными новаторами, а это по-настоящему сталкивается официальная церковь с попытками вернуться к истокам. Что интересно, что вы выявили, в этом фильме вы выявили имена тех людей, о которых мы совершенно ничего не знали. Потому что мы прекрасно знаем, мною чуть выше перечисленных имена реформаторов, но относительно тех, которые были убиены, то, что вы показываете в фильме, мы совершенно ничего не знали. Не они ли и являлись этими протестантами, наверное, в смысле того слова? Да, так мы и говорим, фильм так говорит, это были те, которые делали это реформаторское, даже не реформаторское движение, а движение возврата к первой стокам, к божественному, к личному, к личным взаимоотношениям. Вот эта цепь событий, вот эта историческая линия как раз и показывает, как произошло то, что мы сегодня на тех же территориях, при том же мышлении, можем свободно говорить и поклоняться Иисусу. У меня такой вопрос, а почему в этом фильме вы, кроме всего того, о чем мы говорим, вы показали еще также историю о расколе, кроме, скажем, как Александр, вы говорите, кроме тех настроений, которые начали проявляться в умозаключениях христиан, которые начали искать Бога, то есть, как вы говорите, возвратиться к первоистокам основания Писания. То есть, но вы также показали в этом фильме, в чем интерес был показать на раскол между официальной линией партии и то, что потом начало называться староверами или старообряческими? Потому что все взаимосвязано, это все церковь, это все общество, это все общий механизм, ничего не происходит само собой или отдельно не происходит. Появлялись люди, появлялись личности, которые хотели верить на основании Священных Писаний. Кстати, очень яркий момент, это постоянно была борьба за Писание, постоянно. Потому что Писание — это как бы свет. То есть, когда у тебя в руках Писание, ты имеешь возможность сравнивать официальную церковь, любую богословскую практику и оригинал. Как только у тебя нет Писания, ты темный человек, твоим сознанием можно манипулировать, то везде прослеживается генеральная линия. Все, так скажем, протестанты или реформаторы, в хорошем смысле слова, они первое за что боролись — перевести Священное Писание на народный язык, чтобы люди понимали, когда ты людям даешь свет в руки, да, все, ты уже людей не остановишь. Ну, согласитесь, что в случае с этим митрополитом Никоном, там не такое было. То есть, там он тронул не догматик, там он просто по обрядам пошел. В том-то и дело, что люди только обряды и знали. Даже не столько по обрядам. Это вот это сродни этому политическому расколу между Восточной и Западной церковью. Основной вопрос был, где главенствующая церковь, на Востоке или на Западе. Раскол Русской Православной церкви был тоже. У кого правда? У этих или у тех? И в этом фильме мы как раз показываем, что у Алексея Михайловича и у Никона, которого он, собственно, и поставил патриархом, ведь без Алексея Михайловича он бы никогда бы не стал патриархом, у них была мысль такая, что Русская Православная церковь это единственная правая церковь, которая осталась во всем мире. Вот она должна быть всемирной. Имперские такие настроения. Чтобы она была всемирной, она должна иметь влияние на другие страны. Чтобы это влияние было принято, надо как-то подстроить свои обряды под то, что совершается в других православных церквях. Так, вторая часть людей, которые стали староверой, у них была совершенно другая мысль. У них наша вера правая. Поэтому мы не должны ничего переделывать. Москва и является вот этим сосредоточием света, вот этим новым Римом. И мы, нас не волнует, что происходит за границами этого государства. Здесь, что также очень важно, что мы ни в коем случае не пытаемся в фильме сказать, что те или другие правы однозначно. И те или другие, и первая, и вторая группа людей, которые столкнулись лбами, они жертвы. Они жертвы, потому что и те за обряды боролись, только более имперские замашки имели выстроить империю и православную церковь. И те просто за обряды боролись. Два пальца, трое перстей. Это было в основе конфликта. Это сегодня не имеет никакого, сам профессор Осипов говорит, никакого значения это не имеет ко спасению. А основной вывод в том, что народ был темным, все, что у людей было, это обрядоверие. Писаний не было, личного познания Бога не было. И вот этот раскол, он случился исключительно потому, что было отсутствие священных писаний. То есть мы не показываем староверу или старообрядцам в том виде, что это, ну скажем, апологеты истинного христианства. Да, совершенно верно. Это жертвы. Совершенно нет. Но что интересно, что после раскола староверы, и не только староверы, начали исследовать священное писание. Нужно было основание, доказательство, что именно мы правы. Интересно, что очень многие историки в этом плане отмечают, что староверы, они так называют их, это были реформаторы русской православной церкви. Очень многие с этим не согласны. Что можно было бы сказать в пользу этого заявления? Что они стали изучать священное писание. И они их знали не хуже, чем реформаторы западных. Потому в той именно среде и зарождались так называемые вот эти все течения, или секты, да, о которых пойдет речь уже в 18-19 веке. Именно в среде старообрядцев. Таким образом вы выявили эти имена? Куда вы пошли? Какие архивы вы зашли для того, чтобы выявить те имена, которые интересуют непосредственно евангельское христианство? Перед тем, как Удаянович больше узнает информацию и скажет, я хочу сказать, что мы не просто сами это делаем. У нас есть и консультативный совет. Есть и очень хорошие, видные люди, с которыми мы советуемся. Периодически или даже довольно часто. Мы можем даже назвать. Это Синичкин, который живет в Москве. И Каретникова в Петербурге. Это известные имена, кто хоть не может. Санников, Сергей Викторович, Жиганков. Леб Якунин. Якунин уже нет в живых. Но удалось взять у него интервью, что очень ценно. Потом есть еще в Петербурге Дмитрий Кириллович Бурлака. И целый ряд других людей таких. То есть мы не просто вдвоем или у Даяны сел, что-то нашел. Ни в коем случае. Мы платим деньги, мы консультируемся, мы проводим время в веб-конференции. Очень много изучаем материала прежде, чем прийти к выводу, насколько достоверен тот или другой факт. Совершенно верно. Вот, например, что мы стараемся? Мы стараемся базироваться на известных и признанных фактах. Потому что сейчас есть несколько взглядов на историю. Ну, я не буду сейчас называть какие. Кому это интересно, может посмотреть. Это и в интернете есть, для этого есть учебники. Факты, которые признаны, которые считаются признанными. Но эти факты мы находим в летописях. Как мы находим летописях? Через диссертации. Докторские диссертации, там всегда есть первоисточники. Вот ты можешь всегда зайти в этот первоисточник, если он доступен. Если он недоступен, ты можешь написать письмо в соответствующую библиотеку соответствующего университета. Поэтому те факты, которые мы приводим здесь, они абсолютно достоверны. Второе. У нас в фильме, вы, наверное, видели, есть эксперты, которые говорят. Я бы сказал, это светило современной исторической науки. Это Зубов, профессор, который долгое время преподавал в МГИМО. Это Дмитриев, профессор Московского университета. Это Александр Полунов, профессор Московского университета. Это Казаков, завкафедра истории Белорусского университета. Это Мальдис, профессор Гелорусского университета, лингвист. Кстати, он входит в Папский совет. Даже так. В Ватикане, да, он католик. Ну, вы уже назвали Глеба Якунина, вы назвали Осипова. Да, да, да. Понимаете, это созвездие. Вот эти люди, которые вот за кадром или которые говорят, это эксперты по тем вопросам, о которых они говорят. И что важно, Юрий, вы можете отметить, что это не просто люди нашей конфессии. Мы вообще абсолютно непредвзяты. Мы не работаем на узкий интерес, нас оправдать или кого-то опорочить. Ни в коем случае. Вряд ли нас кто-то в этом обвинит. Потому что, ну, правда в руках. Даже если эта правда в чем-то против нас работает, мы ее не стыдимся, не боимся. Это все история. А дело в том, что, будучи пионерами, не в идеологии коммунистической, но пионерами в этом деле, А вот вы... Хорошо, что вы поправили. Да, пионерами в том, чтобы выявить историю относительно тех ростков евангельского, ну, как мы понимаем, мы применяем эту терминологию, евангельского начинания, евангельского движения. То есть практически, кроме истории XIX века, она знакома. То, что произошло... Прошло, да, намного позже. Это мы знаем об этом много. Но XV век, период этих царей и деду Романовых, потом Ивана Грозного, откуда вы... Ну, это юрики сначала, потом же Романовых. Совершенно верно. Мы практически ничего не знаем. Поэтому вот это вот, оно знаково именно то, что... Мы не знаем на православный лад. Да. Такой истории много. А вот именно проделать такую работу... Проделать такую работу заслуживает того, чтобы... Ну, мы к этому отнеслись очень серьезно и довольно-таки с пониманием. И дальше еще более интересно. То есть меня восторгает и очень нравится, и очень благодарен Вудаяновичу, что просто это захватывает эта работа, на самом деле. Потому что мы подходим к моменту, где уже Петр I начинает приглашать протестантов из Европы. Многих. Это именитые люди, которые занимают ключевые посты в российском государстве, развивающемся. И об этом практически ничего никто не говорит. Юрий, там просто клад. Там просто клад. Кто эти люди? С другой стороны, те же старообрядцы. В их среде начинают развиваться вот эти свободомыслия, изучается писание. Так называемые секты, там все молокани и все прочие. Где-то они пересекаются, встречаются. Это все вот этот, весь вот этот синтез, вся эта комбинация всех этих взглядов. И выводит нас к 19 веку, где мы уже начинаем пользоваться термином евангельские. Евангельские, там баптисты появляются. Понимаете? А раньше этого всего не было. Вы знаете, никто во всяком случае вот в этом формате, в котором мы это передаем, этим не занимался. Если мы говорим о сегодняшний день, люди больше смотрят, чем читают. К сожалению. Да, поэтому, ну, к сожалению или нет, мы в такое время живем просто. Это факт, да. Поэтому мы на современном языке, доступном, информативном, пытаемся передать вот эту информацию. Конечно, у нас не хватает объема нашего. У нас фильм часовой немножко больше. Информации мы отсекаем, ну, огромнейшее количество. Ценнейшая информация. Да. Мы просто самое-самое-самое выбираем, потому что не хватает на все это времени. А вы не думаете, что может это послужит академическим материалом каких-то наших евангельского толка университетов, заведений? Может быть. Да. Это вполне может быть, потому что материал, который следует изучать, и который должны служители, должны это знать. То есть вы видите интерес со стороны нашей профессуры евангельской, чтобы они брали этот фильм и уже, так сказать, с удовольствием. Я бы без зазрения совести, как говорится, просил и убеждал, может быть, умолял, да, всех людей, которые могут чем-то помочь. Я сейчас не о деньгах говорю. Да. Я говорю о возможностях. Кто-то может протолкнуть фильм на какой-то канал где-то, да. Кто-то может его использовать как учебное пособие, где-то преподает человек, или может предложить преподавателям в каких-то христианских вузах, заведениях, учебных, да. Все вот это очень ценно. Любое распространение этой информации очень ценно. То есть мы не просто любуемся сами этой картиной. Она должна попасть в массы. Ее действительно просмотрели, если я не ошибаюсь, Лена говорила, за двух миллионов. Это только то, что в наших социальных сетях все эти фильмы, не говоря о людях, которые транслируют где-то на каких-то каналах. То есть идея в том, чтобы она попала в массы. Также хочется попросить людей, если вы умеете шить костюмы, если вы имеете какой-то инвентарь, допустим, мы все это собираем. У нас же ничего этого нет. Все же это буквально шьет люди, буквально по крупицам собирают, чтобы воссоздать вот эту вот картину 17 века. Мы, друзья, в эфире с вами, программа «Влияние», в эфире со мной Александр Шевченко, это главный продюсер этого фильма, и Уда Соколовский, это режиссер фильма. Мы говорим относительно сериала «Поставленная миссией угол» под названием «Богоискание славянских народов» и говорим, в частности, о третьей серии, это «Раскол трагедии века». Вы в фильме поднимаете вопрос книгопечатания Федоров. Кстати, Кирилл и Мефодий, это уже, мы говорим, если за Кирилла и Мефодий по истории, да, я вспоминаю, это уже Западная Украина, да, это книгопечатания, или они были переводчиками? Нет, Кирилл и Мефодий в то время печатания еще не было, это гораздо раньше. Это первое. Второе, Кирилл и Мефодий никогда не были на этих землях, они были в Панонии, но и все государства располагались совершенно по-другому. Их заслуга в том, что они принесли нам письменность, то, что мы сейчас называем «Кириллицей», и это начинаются письменные источники, которые еще сохранились с тех пор. Но вы подняли вопрос книгопечатания. Да, а в этом фильме начинаем говорить о книгопечатании, потом это в 16 веке. Но наиболее ценный здесь момент в том, что, опять же, скрывают даже наши учебники по истории, что якобы Кирилл и Мефодий, это только создатели письменности славянской. Идея совершенно другая, это были самые настоящие миссионеры, и они создавали эту письменность только ради того, что народ мог читать Библию. Это же главный момент, это же надо очень громко сказать на весь мир, что это не просто были гуманисты, которые хотели просвещать народ, они хотели принести Христа народу. Я вспоминаю «Школьную скамью», когда нам говорили относительно книгопечатания Федорова, ничего, нигде не говорилось, что это библия. Вот это уже бессовестно. Это бессовестно. Искажение истории. Искажение фактов, которые мы и поднимаем. Что самое интересное, вот как говорит профессор Мальдис, это очень большой ученый в области лингвистики, он лауреат государственной премии, он профессор Белорусского государственного университета, сам католик по вероисповеданию, член Папского совета. Вот он очень интересную вещь сказал, что Федоров учился в Краковском университете, а из Краковского университета вышел с Крына, который начал книги печатать в Белоруссии. Памятник стоит прямо в центре, огромный, в Белоруссии. Краковский университет был интересный, несмотря на то, что он был католический университет, там с лекциями в свое время выступал Иероним Пражский. Вот это, вот эти, а Иероним Пражский, он был протестантом, ясное дело, да, поэтому вот эти связи все, богоискание, оно подвинуло вперед книгопечатание. А книгопечатание это была техническая революция, можно сказать, в то время. Передовые умы, передовые люди творили вот эту историю и, в принципе, ради Библии большинство вот этих инноваций, печатных станков, все, оно как бы сошлось вместе. Это не было относительно слова полку Игорева, это относительно Библии было, я так понимаю. Слово полку Игорева, это давно, давно до этого. А вот о Библии, что касается, то действительно весть и технические возможности сошлись вместе. И это было началом вот этой огромной революции, которая продолжается и сейчас. Айфоны наши, телефоны, все, это только продолжение того, которое началось там. Что интересно, что вот эта революция техническая, она прошла в основном протестантских странах. Францию можно добавить как католическую страну. Почему? Потому что люди были открыты к чему-то новому. И это оказалось не только воспринимать, они могли воспринимать не только новое духовное, новые технические возможности тоже. То есть интересный момент, когда ты открываешься Богу, Господь расширяет твои горизонты. Ты идешь вперед, Он тебя ведет. Ты развиваешься во всех сферах жизни. Это же эпоха возрождения, это и искусство, и музыка, и архитектура. Это все, это быт людей, это технологии, это все, буквально, когда человек открывается для Бога. И, к сожалению, вот в этом фильме, как раз мы об этом говорим, в России ренессанса не было. Почему, Удаянович, почему? Хотя по типологии были такие же настроения в России, богоискание, как и в Европе. Потому что не было вот этой духовной свободы. Потому что вот эти ростки, которые были, они были под корень высечены, срублены. Сначала утоплением инакомыслящих, стрегольников, потом сожжением жидовствующих и так далее. И вот это мы показываем, что это наша трагедия. А сейчас это наше благословение, чтобы мы знали об этом. Это даже не в том, что славяне не были евреями. И у них чуть-чуть относительно умственных способностей, но мы уступаем. Ну а почему-то, говорите, я с вами не согласен здесь. Так вы верно подметили, Уда, что результатом было то, что, даже не результатом, а причиной было то, что духовное невежество, оно не давало раскрепоститься закрепощенному в цепях, находясь в дремучих цепях религий, традиции, обрядов находящихся народ. А в Европе, мы говорим за Западную Европу, непосредственно там было раскрепощение через евангельскую... В Европе тоже не без крови. Через свет евангельской истины. Не без крови. Несомненно. Там тоже очень много было. И гусицкие войны, я уже Удаянович упоминал, вот мы в Чехии сейчас были, да. То есть это не просто Янгус, а после Янгуса встали люди. И всегда амбиции, вот эта обида, вот это желание перемен, она всегда находит место в сердце людей. Это были огромные, десятилетия медлящиеся войны. Мы ходили, катакомбы эти смотрели, там сотни, наверное, тысяч, десятки тысяч людей жили в этих подземельях, да. Это все были, ну, по типологии протестанты, гуситы, да. Но они воевали, они брали оружие, они воевали с католиками самым прямым образом. Это были кровь, 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 войны, гражданские практически войны. Просто в России подавили это, в России это подавили, да. Там удалось вот это провернуть, и протестантизм в Европе, ну, все-таки получил место на существование. Ну, а если мы говорим о том, что человек начинает, получает вот этот импульс чего-то нового, который, по сути, является божественным началом в человеке, вы сказали про евреев. Интересно, что каждый человек, который хотел иметь какую-то связь с Богом в Ветхом Завете, он мог стать частью народа. Все, что надо было. Прозелитизм. Нет, даже просто прийти, прозелитизм это те, которые их обращали. Но вот если ты хотел стать евреем, пожалуйста, соверши обрезание, прими закон и становись, ты будешь частью этого народа. Здесь нам не нужно это делать, но есть эта самая связь с Богом, который является источником не только жизни, он является источником мудрости. Мудрости какой? Любой, технической, духовной, нравственной. Интересно, что очень большое отличие или основа была как раз нравственная вот в этом движении вперед. Следующая серия, вот в четвертой, о которой мы сейчас говорим, мы покажем, как происходило, когда человека не было вот этой нравственной основы. Было абсолютно все, но он не мог идти вперед. Такой маленький момент, что Екатерина, когда приглашала поселенцев сюда, на земли Таврии, на земли сейчас юга Украины, по Волжье и так далее, она приглашала еще и с целью, чтобы они не просто заняли эту землю, но для того, чтобы они влияли на окружающих людей, на местное население. При этом запрещалось им проповедовать свою религию. Это же на немцев приглашало, по-моему, в основном. Да, они могли делать все, но они не имели права обращать протестантизм, то и рассказывать о своей основе. Что получилось? Что на земли это не повлияло. Были отдельные немецкие колонии замкнутые. Менониты, так называемые, Менон. Это потом появились Менониты. Но вот были эти замкнутые немецкие колонии и были все остальные люди. Почему это не сработало? Да потому, что эту нравственную основу они не получили. Мне попала программа одна, интересно. Мне выслали линк. Бывший президент Кучма, уже не будучи президентом, В период царствования Януковича, как мы говорим, президент бывший Кучма был приглашен в православную академию, духовную академию. И там было вручение дипломам, выпускникам и прочее. И он речь держал. Перед ним было, то есть в новостях было показано выступление православного батюшки, Который, давая напутствие выпускникам, говорил, запомните, что православная вера это вот самое правильное, А все остальное, вот это ереси, это еретики, вы должны хранить веру православную, Отстаивать интересы православного мира и прочее. Встал после него президент Кучма. Это шокировало меня. Я применяю слово правильно. Не знаю, насколько перед этим, какой вид напитка он употреблял. Если я имею этот линк, Александр, я тебе вышлю. Но он произнес следующее. Он оборачивается к батюшке, который сел, перед этим и говорит, Вот я вас слушал, Святой Отец, это его точные слова. И вы постоянно говорите православие, православие. Посмотрите на протестантизм Америки. Посмотрите на протестантскую Америку. Посмотрите на прогресс, посмотрите на развитие. Какое там у них православие? Это протестанты. «Батюшка, правду говорите людям!» Я был в шоке. То есть это не выдумано. О чем это говорит? О том, что умные люди, а президентами глупые не становятся. Они видят, они понимают. Это мы уже коснулись Америки протестантской. Она стала протестантской не потому, что она стала. Это англикане, бывшие из Англии и прочие. Поэтому то, о чем вы говорите, Уда, о том, что совершенно верно, что здравый ум, просвещенный ум, просвещенный разум, неповрежденный разум, он может быть настолько востребован обществом в разных сферах, в разных областях, что это может быть огромным прогрессом, благословением, процветанием и благословением для нации. Не может быть, а будет. Будет совершенно верно. Мы иногда говорим о служении Богу только в очень узких рамках. Мы говорим как бы за кафедрой, в Хару, человек может участвовать, или в молитвенной жизни. А как вообще служить на пользу обществу, служить добросовестно, самоотверженно служить? Например, сколько я встречал людей, которые хотят Махатма Ганди сделать своим героем. Христиане хотят сделать его своим, буддисты своим, мусульмане своим. А он прямо сказал, я индуист, я и буддист, я и мусульманин, я и христианин, я и иудей. У Бога нет религии. Я не говорю, что это правдиво так, что если бы он был настоящим христианином, он бы не был всем остальным. Я понимаю это. Но смысл в другом. Когда человек явил добрый пример, хороший пример в обществе, на весь мир, каждый хочет через этот пример воспользоваться. Заполучить. Заполучить, да. Почему христиане не видят в этом, что когда они ходят с Богом, они являют добрый пример? На всяком месте. Это же преображение прежде всего внутри происходит, а потом это влияние на других людей. Почему лауреатами Нобелевской премии подавляющее большинство это евреи? Почему? Это факт, так сказать, упрямая вещь. Потому что еврейская тора, частью которой они являются, скажем так, относительно своей идеологии, это Богом данное, это Богом данное просвещение. Это уже наша следующая тема. Это следующая интересная. И скоро она будет, да, у нас будет форум большой. Кстати, сегодня праздник Роша-Шана. Роша-Шана. Ну, Уда, поздравьте, пожалуйста, наших зрителей. Дорогие зрители, я поздравляю вас сегодня с праздником Роша-Шана. Библия его называет Трубным днем. В этот праздник по еврейской традиции друг другу желают, чтобы имена наши были записаны в книге жизни. Но я хочу напомнить, что библейская история говорит о том, что Трубный день предшествовал празднику Йом-Кипур, или Судному дню. И всякий, кто не раскаялся, Господь вычеркивал его из книги жизни. Поэтому вам, дорогие друзья, я желаю, чтобы в эти дни вы пересмотрели свою жизнь, открыли свое сердце к Богу и разрешили Ему управлять вами. Что тронуло меня в фильме относительно... Это, конечно, был только что исключительно еврейский ход. Все говорили об одном, потом вышли все равно на ту самую дорогу. Все к корням. У нас туда вывели. Дело в том, что тронуло меня в этом фильме относительно того, насколько подвергаем мы пыткам, убиениям, преследованием те христиане, о которых мы говорим, насколько и все-таки они остались верны Богу. Это, наверное, принципом. Оно должно быть просматриваемое, наверное, через каждый. Для меня лично это свидетельствует о том, что это не были просто капризные люди, которые были недовольны чем-то, искали разнообразия какого-то в жизни, просто развлечений каких-то. Человек за мнение умирать не будет. За точку зрения он жизнь отдавать не будет, страдать не будет. Это должно быть очень серьезное, внутреннее убеждение, если человек согласится за него платить такую высокую цену. Потому эти люди, это были просвещенные люди, эти люди за что-то боролись, на чем-то стояли, как и Мартин Лютер сказал в Моромсе на суде, да? На всем стою, иначе не могу. Я себя не прощу, я себя предам, я себя не пойму тогда, если я пойду против себя. То есть для меня это не просто точка зрения, для меня это правда, на которой я стою. Кстати, друзья, мы говорим о фильме, и, пожалуйста, передайте всем своим, тех, кто рядом, и те, которые с вами связаны посредством социальных сетей, что на телеканале «Импакт» третий фильм, трагедия «Раскол века», то есть «Раскол трагедии века» будет показан в эту субботу, ближайшую, 21.30 Тихоокеанского времени, и затем в воскресенье 10.30 утра Тихоокеанского времени, а затем 12 часов ночи, это среда, со вторника на среду. Поэтому 21.30, сделайте, пожалуйста, по меткам в своем графике, чтобы посмотреть этот фильм. Я знаю, что вы будете благословенны, это будет весьма полезно, не просто интересно, Аллах, как ты говоришь, но это будет просто польза для, ну, кто-то говорит, расширить свой кругозор исторический, свое мировоззрение, может быть, даже вплоть до того, посмотреть на то, что мы не взялись ниоткуда. Христиане, евангельские, не взялись ниоткуда. То есть мы не еретики, мы не просто еретики, которые вот секта так называемая. То есть мы те, и вот то, что мы приняли от наших отцов, правоцов, дедов, оно просматривается красной нитью через историю христианства, везде практически берет свои корни, не вчера, оно берет свои корни с первоапостольской церкви, и с этого слова, которое лежит перед Удом на столе. Перед всеми нами. Перед всеми нами, да. Если позволите, ну, минутку, да, наш эфир уже заканчивается, я хотел бы тоже еще раз поблагодарить Юрий, и сказать всем, кто серьезно хочет подойти к этому проекту, вы посетите нашу страничку в интернете, угол.орг, посмотрите, там много есть фотографий, информации. Предлагайте свои, как бы, возможности, свои услуги. Нам действительно нужно много людей, особенно декорации, художники. Это большой объем работы. И любой человек, в любом штате, если же, даже в других странах, мы соберем контейнеры, мы привезем сюда всякие, особенно, антиквариат, вещи, которые имеют отношение к тем историческим периодам, которые освещаются в фильме. Это очень-очень важно. Мы сейчас сознательно не говорим о деньгах, мы говорим о людях, которые могут нам помочь вот таким практическим образом. И еще самое важное. Если в вашем окружении есть неверующие люди, люди, которые, ну, скажем, там, причисляют себя православной церкви, католической, греко-католической, просто атеисты, просто светские люди, это прекраснейший повод позвать их и посмотреть вместе этот фильм. Вот он, Юрий, объявляет, да, об этом. Пригласите кого-то домой, сядьте вместе, посмотрите. У вас завяжется естественным образом дискуссия. Вас ситуация вынудит изучать больше историю. Вы невольно окажетесь протестантом. Невольно. Поэтому, пожалуйста, практикуйте это, потому что изначальная цель, как я часто говорю, где я езжу, я представляю этот проект, я говорю, фильм-то о нас, но он не для нас. Фильм, прежде всего, сделан для светского зрителя. Это надо честно сказать упрямо. Конечно. Мы не просто развлекаем или утешаем себя, или любуемся собой через вот такие дорогостоящие проекты. Фильм, основная задача, сделан для светского зрителя. Именно поэтому приглашаются светские туда светила, которых знают в тех кругах. Мы не просто своих пригласили, которые бы, может, намного лучше рассказали о нас. Нам нужны люди, которые знают информацию и которые непредвзяты, которые напрямую не протестанты. Потому что фильм сделан не для нас, прежде всего. Хотя он о нас, но он не для нас. Он сделан для светского зрителя. Чтобы люди поменяли свою парадигму, свое отношение к евангельским верующим. Что бы вы хотели, Уда, как состоявшийся режиссер и продюсер, наверное, ряда проектов в вашей истории, то есть ваша биография говорит о том, что, наверное, вы телевизионщик, наверное, от чревоматери, я так понимаю, да? А по образованию, если не секрет. Спасибо, да, я режиссер по образованию. Но кроме того, еще музыкант, и теолог. Я не ошибся, да. Что бы вы хотели пожелать начинающим режиссерам? Вот смотрят нас молодые люди. Украина, Россия, Белоруссия или Молдавия. И что бы вы хотели пожелать? Режиссерам? Да. Начинающим. Учитесь. Ребята, учитесь молодым начинающим. Смотрите хорошие фильмы. Смотрите примеры, которые вы можете увидеть у больших мастеров. Такие имена есть. И если вы христиане, то посвятите это Богу. Себя, все, что вы знаете, все ваши таланты. И Бог вас благословит. То есть мы можем услышать из ваших уст, что христианский мир увидит еще очень много интересных проектов? Так Господь сказал. Даже если в этих проектах не будет нас, не будет меня, а может быть не будет Александра. Такие будут. Потому что Бог об этом сказал. Просто опять же важно. Каким бы талантливым человек ни был, гениальным, каких бы больших спонсоров он ни нашел на свой проект. Если он прежде всего не богослов, если он прежде всего внутри не имеет острого, большого стержня, веры и убеждений, на которых он стоит, оно очень легко и очень быстро разменяется. В мире очень много интересных есть вещей. И получается, что мы потеряем самых лучших людей, которые прежде всего должны быть христианами. Когда у него мощный внутренний стержень, тогда он и свои все ресурсы направит. Это то, о чем Уда сказал. Потому что часто мы видим такое, когда человек о возможности открывается, а убеждения слабые, он плывет по течению. Обычно я говорю так. По-моему, раз я даже говорил это в эфире, возможно нет. Что когда Бог спасает человека, когда человек приходит к Богу, Бог не забирает индивидуальность человека, не забирает таланты человека, способности человека, возможности человека. Бог облагораживает их, освящает, облагораживает. И потом, если человек открыт для Бога, оно используемо Богом во славу Его. И для блага, для блага народа. Мне кажется, еще более парадоксально интересно, что Бог и дает эти способности не по признаку твоей веры. Совершенно верно. Может быть и атеистам, и коммунистам, и буддистам. Совершенно верно. То есть Бог вообще дает дары людям. А вернут ли люди к Нему, это уже ответственность людей. Это ответственность, это здорово сказать. И вот интересно, что то, что вы сказали, вот об этом говорит каждая книга Библии, каждая. Потому что это радуга характеров, радуга индивидуальностей, слога. Если мы читаем Священное Писание, то Бог не пишет своей рукой. Он использует людей, Он влагает это им в сердце, не в уста, не в руку, в сердце. И они потом это передают. Материализует. Это то, что вы и сделали. Это творческий, очень творческий подход. Это благословение, друзья. Это была программа влияния. Мы благословляем вас именем Господа Иисуса Христа. То, о чем вы слышали, верю, что это благословение для вас. Не просто интересом, повышенным к тому историческому. Но это просто благословение. Помните, Александр, спасибо вам. Спасибо вам. Бог да благослови и впредь. Много еще творческих проектов. Во славу Господа. Ода, вам также и мудрости. Спасибо. И правильного пера для написания. Это тоже важно. Правильный сценарий. Итак, вы были на телеканале «Импаксмар». Помните, Иисус Хрисус любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Иисус Хрисус любит вас. Иисус Хрисус любит вас. Иисус Хрисус любит вас.